Когда вы путешествовали по Индии, какие вам запомнились, может быть, особенно ярко храмы и места? Ну, у меня сильное впечатление произошло от Декхата в Бенаресе, где сжигали трупы. Я стоял около этого, один из старших членов семьи, мужчина, конечно, он все это палкой поворачивал, эти кости, которые уже тлели, потом уже что-то он разбивал дальше, где-то уже был пепел, где-то еще что-то под огнем-то, как бы, так сказать, двигалось. Рядом, немножко ближе, раздавался женский плач, но их туда не допускали женщин, они вовсю плакали где-то подальше. Это было сильное впечатление. А потом это закончилось, и этот, наверное, все даже одежды, которым было окутано тело, все это был пепел. И он стал этой лопаткой сгребать в ганг, в самый ганг. То есть, так сказать, оптимальное, то есть, понятно, что как далеко не всем доступен в Индии, так сказать, оптимальное решение, что Петерица элементов... Да, да, это Панча, Панча... Панча Твамгата умер, да, Панча Твамгата, да. Ушел в пять, ушел в Петериц. Ушел назад к этим элементам, так сказать, а его атман вошел в высший атман. Это, видимо, была богатая семья, потому что не все могут себе позволить сжечь труп полностью, ведь они выбрасывают в гангу трупы не до сожженных. Иногда, да, и... Это можно наблюдать, просто гуляя по гангатам. Иногда даже страшно становится, как они там и купаются, и чуть не воду пьют, и говорят, что никаких массовых заражений нет. Это я тоже слыхал. Это тоже, кстати, я помню, я какую-то лодочку нанял, и рано, ну, кажется, солнце уже расходило вот по гангу вроде мимо этих мест. Так сказать, как сказать... Какой это был год, Александр Ильич? Это был, это было начало 80-х, я там был. Вот. Это, да, уже довольно давно, да. Ну, вообще, там было очень, да, очень тяжелое было, но это скорее негативный отмаз. Дело в том, что я один был, как и вообще большинство всех моих. Вы любите один путешествовать? Да, конечно, конечно. Тут, конечно, возможны ситуации, когда это очень плохо. Но, опять же, меня хранила судьба от таких ситуаций. А плюсов несчетное количество. Несчет. Или это надо бы идти с очень близким человеком в ряде отношений. Или ты уже скованный, или это в группе, это вообще что-то страшное. Ну, опять же, я понимаю, что для многих это... Ну, бывают группы единомышленников иногда. Вы знаете, чем для меня значимый место, о чем бы ни шла речь, будь это храм, или будь это там Уфици в Флоренции, неважно. Тем более мне не сносно быть в окружении других, почитая объяснение, с отмеренным временем, это абсолютно не сносно. Абсолютно не сносно, да. Тут я соглашусь, конечно. Ну, надеюсь, вы это понимаете. Да, да, да. Вот. Так что я это самое... Я в любом случае, так сказать, я... Да, и вот это... Но когда-то... Да, у тебя гораздо больше контактов с местным населением. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы замечательные где-то в самых разных странах. Когда, где английский не так уже распространен особенно, к себе вдруг подходит юноша или девушка и говорят, что вот я, мол, студент, изучаю английский, может, я вам могу помочь? Это было в самых разных странах. Это было там в Турции было, в Южной Корее это было, в Японии это было. И вы пользовались. Ну, да, но в любом случае возникает очень теплый разговор. В любом случае, потому что это не то, что ты кого-то спрашиваешь. Таких тоже было много случаев. Я кого-то прошу мне что-то показать. А в результате тебя часами водят по какому-то месту, по каким-то местам, причем не ради вознаграждения. Понимаете? Ну да, да. От которого они даже отказываются, в конце концов, да. В Индии совершенно невозможно такое. В Индии было не так. Никак. В Индии совершенно... Даже когда они не заслуживают никакого вознаграждения, я хотел к этому... Его будут просить. Да, нет. Везде и все. Это было так, я, допустим, в каком-то храме. Около меня оказывается человек, который... Ну, во-первых, я еле понимаю его в Англии, он что-то бормочет. Я ему говорю, спасибо большое, сэр, я вот за ваше, так сказать, за то, что вы говорите, но я это знаю, мне гид не нужен, я ему это говорю, примыть это. Это абсолютно как горох об стенку. Он за тобой ходит, и он, значит, что-то бормочет, и потом, естественно, бакшиш, значит, ему нужен. Конечно, конечно. Вот так. Так что это, да. Кроме того, были и такие... Это уже немножко другое, и действительно, это за тобой вдруг увязываются нищие. Они буквально живут на улице, чуть не с каких-то луж, бьют это. Да, они так и живут. Вот прошло время, но ничего не поменялось. Правильно, ну это естественно. И появились явные признаки прогресса технического и материального. Да, но те же трущобы и те же нищие. А вы знаете вообще... Вот замечательный фильм, есть «Индия-призрак» французского режиссера, я сейчас не помню. Очень хорошая операторская работа. Про эту вот сторону. Это 60-е годы, та Индия, которую он показывает тогда, я вижу, ее теперь прошло 50 с лишним лет. Она не изменилась в сути своей, вы знаете? Вы знаете, но то, что вы говорите, меня абсолютно не удивляет. Я вообще... Население только выросло за это время. Правильно. Конечно. Да вообще, ведь все, что мы называем прогрессом, вот я не знаю. Да. Это уже не говоря о связи с совершенно, как правило, то, что называется side effects, побочные какие-то явления, которые человек, как правило, нет, не предвидит. А если кто-то их и видит, на это не обращают внимания. Никто его не послушал. После нас хоть поток. Во-первых, так сказать, они самого иногда, так сказать, разрушительного свойства. Уже не говоря о том, что сама, сам вот характер этого технического прогресса. Ну, тут я понимаю, что тут у меня может быть, так сказать, своя точка зрения и свое, так сказать, положение. Но, по-моему, меньше всего содействует изменению каких-то человечественных там и свойств, и вот недостатков, и... Возможно, даже способствует в каком-то плане. Вот совершенно, да. Вот тут вот я все целы, да, вы... Потому что, что ли, расслабиться человек нужно больше. Потому что человек, с другой стороны, он, у него есть иллюзия. Вот у меня в кармане вся национальная библиотека. Я от этого не стал ни умней, в сущности, ни более... Ни добрее, ни благороднее. Ни праве. Ни счастливее, наконец. Ни счастливее. Ну, вот видите, я могу молчать, а вы... Читать ваши ошибки. Читать ваши ошибки. Нет, у меня еще дальше Марцеса. Вопрос от Марцеса. Почему 1977 года в Израиле? Вот такой вопрос. Ой, ну я даже не помню... Да я не знаю, почему. Потому что это мой путь. Это может звучить не для всех вразумительно. Нет, очень интересный вопрос. Это очень частый вопрос, да. Ну, для меня это такой вопрос. Он немножко иначе формулируется. Вот, допустим, вот вам, вам это не жалко, что вы так поступили. Вы не раскаиваете. Правильно. Иногда так спрашивают. Вот. И это абсолютно все равно, что меня будут спрашивать. Вам не жалко, что вам уже не до 20 лет, и что уже то-то, то-то и то. Понимаете, я считаю, что, как и во всем прочем, что имеется определенный путь для каждого из нас. Что в меру наших, так сказать, какая-то степень, условно говоря, прозрения, ясновидения... И ограничений в том числе. Это заведомо указано, условно говоря, каждому задан порог. В большей части случаев он одинаков. Скажем, допустим, порогом для нас с вами является поверхность этой вот торты. Значит, мы не можем увидеть, что там внизу. Но для каких-то людей порог ниже гораздо. Они видят другое, вплоть до каких-то деталей. Это уже задано или нет. Ну, тут я скорее, так сказать, относительно объективен. От того, что мы... Тут я не вполне с Беркли, хотя я его люблю очень, да. От того, что я не вижу, это не значит, что он не существует для меня. Хотя для меня реально он и для большинства людей практически в жизни этого нет. Но кому-то дано это видеть. Вот в меру уме... Я вообще особенно этим не могу похвастаться. Но ощущение, что приближается вот этот перелом, когда моя жизнь изменится, у меня было уже за несколько... Поэтому я просто шел к какому-то сроку, да. И то, что я делал формально... Разумеется, это не было ситуацией, когда ты идешь в кассу, покупаешь билеты, куда-то уезжаешь. Разумеется, требовалось ряд... Это я делал даже с каким-то автоматизмом. Хотя я делал... Это были беспрецедентные шаги в моей жизни. Вы уезжали один? Один уезжал, да. Может, какие-то факторы упростили. Но я ощущал, что приходит время, когда это так. Без каких-то особых гарантий. Хотя были основания предупреждать, что я смогу преподавать в Иерусалимском университете. На каком языке вы преподавали? Я преподавал на иврите. На иврите. Потому что я... Который вы учили уже... На иврите там немножко последние годы занимался сам. Там я немножко занимался в группе по изучению. Но когда я приехал туда, понимаете, тут было так. Считается, что студент университета обязан знать английский. Просто обязан. Но я рассудил так. Если бы я приехал гостящим преподавателем, скажем, из Англии, из Америки, я бы так и читал бы на английском. Но я приехал, так сказать, как бы с какими-то основаниями, что я буду зачислен в штат. И тогда я подумал, что я... Английский отнюдь не мой родной язык. Но я его, конечно, знаю относительно, наверное, лучше и сейчас. Я решил, все-таки лучше, чем я буду в качестве такового говорить на плохом английском, лучше я буду на плохом иврите говорить. Я рассудил так. И это, в общем... И, наверное, это было правильное решение. Другое дело, что техника подготовки лекций была такая... Вы преподавали санскрит? Или не только санскрит? Смотрите, я привел целый ряд курсов у меня был, связанный там с ведантой, с буддизмом ранним, с ведантой, с йогой, кстати, мы читали. Интерес. Йога-сутру Патанджали мы читали, но только йога вот как философский трактат. Никаких хатхи, ничего этого не было, конечно. Какой вот интерес, интересно, присутствует к санскриту? Насколько он есть в Израиле тогда и в Израиле сейчас? Ну, есть любители, есть те, как... Есть, так сказать, когда человек... Есть человек этим... Во-первых, ряд студентов. Там были, кстати, и ребята, и девушки. Вот. Обычно человек, когда он отслужит срок в армию... Да, отправляется в Индию. Ему предоставляется несколько месяцев достаточно обеспеченного существования. Да. И если он увлекается Индией, он туда просто едет там, и даже, может быть, больше видит, чем я увидел в Индии. Очень много молодёжи израильской, служившей в армии, совершенно верно. Ну, правильно. Теперь, допустим, ему что-то хочется узнать в этой области. И он записывается. Есть в обычном университете как бы два таких маршрута, как бы направления. Один более практический и общий, там, скажем, психология, там, социальные знания, там, лингвистика, там, социальные науки. Вот так вот. История. И есть более специальные курсы. Вот я, как бы у меня были курсы более специальные. Без надобности преподавать какие-то общие, вести курсы для всех студентов. Вот. И это было очень для меня хорошо. Опять же, очень удачно было, потому что группы были небольшие. Что было больше десяти, уже было далеко не всегда. Вот. Кроме того, это были ребята, которые этим интересовались. Потому что практически найти работу по Древней Индии в Израиле, ну, это уж абсолютно невозможно. Ну, для вас это стало возможным? Нет, нет. Я уже приехал. Уже что-то там знали. Уже были какие-то коллеги. В других областях востоковеды были. Я имел основания. Могло быть по-всякому. И тогда было легче, чем позже. Но вообще с этим. Но, так сказать, я приехал с какими-то, так сказать, ну, более-менее реальными как-то возможностями быть зачисленным в штат. Понимаете? Ну, вообще-то для молодого человека, который выбирает специальность, таких возможностей. И это, так сказать, ничтожный. Ну, да, это скорее исключение. Он идет блестяще, он получает какой-то грант, едет куда-нибудь там в университет в Англии, в Германии, в Штатах. И это вот более реально. Найти это место, скажем, вот в Израиле очень трудно. Поэтому, если уж человек ходит туда, а, как правило, еще надо платить за обучение, он действительно этим интересуется. Да, конечно. А это уже создает гораздо более приятную обстановку на лекции. Это люди не, так сказать, подневольно что-то посещают. Вот. Их уже создается своеобразная такая камерная обстановка. И это очень приятно. Очень приятно. Вы до сих пор преподаете? Нет, нет. Хотя я, нет, я имею право, но как-то мне это сейчас... Нет, я вышел на пенсию уже порядком, да. И у меня нет особой потребности как-то. Я не знаю. Человек имеет право, выйдя на пенсию, ну, во-первых, в Штат его уже нигде не могут взять. Кем бы он ни был. Когда я поступал на работу, меня брали. Был этот предел 68 лет. Пока я работаю. Я в общей сложности проработал примерно 20 лет. С конца 70-х до конца 90-х. Вот. Теперь, значит, так. За это время поступил другой указ. Кстати, не в сторону повышения, а в сторону уменьшения пенсионного возраста. И в университете стало можно приводить до 65 лет. Но закон не имел обратной силы. Поэтому я вышел, то есть я не мог, хотя и здоровье ухудшилось к этому времени, я вышел на пенсию в 68 лет. Вот. И, значит, да. А там, где ты получаешь пенсию, там ты не можешь получать какой-либо оклад. То есть можно там преподавать, пожалуйста, так говорится, на общественных началах. Да, да, да. Да, ну, этого у меня, так сказать, практически, видимо, такой особой потребности не было. Все это время я действительно очень много ездил, потому что каникулы там очень большие. Там, значит, ведь осенью там череда праздников осенних, если вы слыхали. Да, да, да. Поэтому учебный год в школах-то начинается в сентябре, но потом перерыв. А в университетах уже начинается во второй половине октября. А окончается учебный год во второй половине июня, следует на почти 4 месяца летних каникул. Плюс месяц между семестрами, январь-февраль, и плюс недели 2-3, когда Пасха. Если все сложить, то вообще так уже чуть не, почти полгода. Ну, прекрасно. Вот. Кроме того, есть еще саббатикал. Ну, вы знаете, что это происходит. Да, конечно, да. Причем можно пользоваться полусаббатикалом. Когда у меня был один полный саббатикал, это было в середине 80-х. Причем помимо саббатиков предоставляется летний отпуск, естественно. Поэтому один полный саббатикал выражался в том, что я уехал в конце июня одного года, а вернулся в октябре следующего года. Куда вы поехали? Я был буквально где угодно. Ну, нигде угодно. Я был почти во всей, ну, за все эти, почти во всей Европе, почти во всех немусульманских странах Азии. Из мусульманских я был только в Египте, в Иордании, в Турции, в Индонезии, в других. Ну, мне только жаль, я мог еще успеть побывать в Иране, но вместо этого я первым делом поехал в Грецию, свою детскую любовь, а в это время уже там, там уже Аятала стал у власти. Я еще мог успеть первые в конце 70-х, и там уже был абсолютно закрыт туда. Вот так. Значит, почти целый ряд стран Африки, хотя не так много. Вот, знаете, почти все страны Америки, кроме разве что нескольких стран Центральной, ну, почти все страны в Латинской Америке, естественно, в Северной Америке, ряда островов Тихого океана. В Канаде тоже? В Канаде был тоже. В Канаде я был на очередном конгрессе мира во всемирном по истории религии. Я его совместил с первой, это было в году 80-м, я его совместил. А где он был? Он был в штате Манитоба, в Южной Канаде, примерно против Чикаго, если брать. Но я и в Чикаго был, и ряд городов Америки тогда, был в Мексике, был в ряде стран индейских культур, там, майя, ацтеки, все эти. Да, да, да. Там в Мехико, в Перу был, в Гватемале, там, изумительно интересно. Вы не были знакомы с Канаде Розовым? Нет, лично, я знаю его работы немножко, да. Нет, лично так мы не встали. Вы знаете эту историю о том, как памятник поставили ему в Мексике? Ему же стоит памятник в Мексике. Возможно. Как национальному герою. Наверное, да, да, да. Но только не у нас. У нас нет даже дощечки. У нас осталось только уголок, место в общем кабинете, где он когда-то сидел. Там вот Маргарита Федоровна Альбедель работает. Понятно, да. Была его ученицей. Ну, видите ли, ну что сказать. Да. Вот. Так что, да, вот в этих странах индейских культур я был, да. То есть, да, и несколько раз у меня был полусоббатикал, тоже возможно. Что такое полусоббатикал? Ты работаешь три года. Соббатикал – это как бы седьмой год, субботний год. Ты работаешь три года и имеешь право на один семестр отдыха. Что это практически означает. И я несколько раз, это практически значит следующее. Ты во второй половине июня уезжаешь, а возвращаешься примерно к февралю следующего года, после конца первого семестра. То есть, тоже месяцев семь-восемь. Мне кажется, это не во всех университетах такие условия. Это зависит от конкретного университета. Насколько мне известно, в европейских университетах его нет. Он есть в американских. В американских, да. Правильно, совершенно верно. Я поэтому и знаю. И по их образцу так устроено в Израиле. В Канаде, в канадских университетах. Система каких-то отчислений, видимо, от оклада преподавательского, которые потом выдаются, но с тем, чтобы обязательно, значит, преподаватель уехал за границу. Если он почему-либо остаётся это время в стране, то они прекращаются. А так просто ему выдаются специальные средства. Естественно, там право на какой-то там обмен получения каких-то средств, чтобы он там просто мог жить. Некоторые, но я этого не делал. В это время заключают договор с работой или с курсами где-то в других университетах. Но этого я не делал. Я просто разъезжал повсюду. Были какие-то научные встречи, какие-то мероприятия научные. И просто, и поскольку очень строгого контроля над, так сказать, эндологическим характером моей поездки не было, я был отнюдь не только в том, что... Ну, естественно, я объездил там страны буддизма Юго-Восточной Азии. Но были и какие-то вещи, которые просто мне были очень интересны. Ну, вот та же культура, скажем, вот индейская культура. Какие-то культуры стран Океании. Страшно интересно. Я был на островах Фиджи, Само, Тонго, на Гавайях был. Был в Новой Зеландии, в Австралии был. То есть вот эти все страны. Книгу о ваших путешествиях вы не собираетесь написать? Нет, не собираюсь. У меня тут тоже своеобразно. Я могу что-то вспомнить, поделиться при ситуации. Нет, у меня нет. Потому что те, хотя какие-то вещи в этом жанре общеизвестны, но я не считаю, что это столь... Хотя какие-то вещи запомнились. Но вообще у меня другой подход к самому принципу запечатлевания вообще чего бы то ни было. Я вообще... Какой же прямого контакта? Я не считаю, что это так уж все нуждается в запечатлевании. Все это настолько, так сказать, суетно и хрупко, что это вообще нет смысла. В то, что это... Есть случаи, когда это становится популярным и даже поучительным. Но я вообще говоря, в поучительность не очень верю. В целом не очень верю. Бывают случаи очень талантливых описаний. Бывают случаи профессионально интересных. Ну, скажем, прекрасно есть общеизвестные образцы, скажем, но это люди, естественно, не чуждые искусства, которые, скажем, замечательно, они не просто там посещают Италию, а прекрасно пишут об итальянском искусстве. Тот же там Муратова образы Италии. Сейчас, кстати, очень интересно пишет Ипполитов. Очень интересно. Вы, наверное, слыхали. Нет. Аркадий. Смотрите, он, по-моему, даже петербуржец. Он очень интересно пишет. Об Италии. Об Италии. У него есть книга что-то не только о Венеции, что-то книга о Ломбардии, особенный Рим. Вот такие уже минимум три книги. Еще у него есть очень интересные, скажем, по Пиранезе и, так сказать, культуры, и, так сказать, архитектура тюрем по вот гравюрам Пиранези. Очень интересный, живой и в каком-то смысле до предела, может, надо даже чересчур как-то вот погруженный в какие-то актуальные переживания автор. Но очень здорово пишет. Аркадий Ипполитов. Вы можете узнать в крупных книжных магазинах. Посмотрите, это очень... Это именно Венеция там. Это вот, это, значит, Венеция, допустим, Ломбардия с Миланом. Вот книга по Риму вышла. То есть это не просто путеводитель, это нечто большее. Это не путеводитель, но это... Ну, вот, скажем, есть книги, допустим, Решкина, еще позапрошлый век в Англии. Есть у Ипполита Тена книги по Италии. То есть... Интересно, здесь Ипполитов, а там Ипполит. Это Ипполитен, да. А здесь действительно Ипполитов, а здесь Ипполитен. Совершенно верно. Есть, кстати, очень любопытные у этого, это уже в рамках художества, у Стендаля прогулки по Риму. Это обычно даже входит в собрание его сочинений тоже, хотя он специально не... Ну, так сказать, вот... То есть есть масса интереснейших книг. Кто ваши любимые писатели и поэты? Ну, давайте начнем с русских, например. Ну, любимые поэты... Ну, я не знаю, я... Я очень, кстати... Ну, есть какие-то имена, так сказать, само собой разумеющиеся, там, Пустин, Тютчев, да. Я очень люблю Боротынского, например. Очень люблю Боротынского, вот. В 20-м веке, ну, не знаю, есть... Ну, есть много хороших поэтов. К Блоку я, наверное, сравнительно, может быть, ну, отношусь... Нет, может быть, как самому-самому, может быть, вот так вот. Из поэтов более поздних, ну, вот, цвета его я чуть-чуть переоценил, пожалуй. А как вы поняли, что вы переоценили? В какой момент? А я вам скажу, я ее начинал с незнакомства, когда вообще ее издания почти не были доступны. Это был в основном сам издат. Это было очень сильное впечатление. А потом я как-то... Вы понимаете, в чем дело? Вы вот с чем-то знакомитесь, ну, я говорю банальные вещи. И ничто не должно... Ничто, вот это идеал, может, это очень высокое, не должно торчать, понимаете? Когда что-то, скажем, ну, я не знаю, там, допустим, вот, Бетховен, вы не обращайте внимания, какова его инструментовка. Это уже другое дело. Ну, вы слышите берлиозы, и эта инструментовка торчит, понимаете? Хотя это замечательный композит. А у Бетховена не торчит. У Моцарта не торчит. Для меня не торчит. Моцарта не торчит. А у кого-то торчит. Причем это же не обязательно. У Вагнера не торчит точно. У Вагнера, да. В его, опять же, в его эти, да, пожалуй, что не торчит, да. У кого-то явно торчит. Понимаете? Когда что-либо торчит, это не обязательно это. Это есть приём. Приём – вещь, я бы сказал, гораздо… То есть как важнее, чем что в искусстве. Важнее именно как, потому что что – это одно и то же. Это набор ситуаций повторяющихся. Набор темы, конечно. Именно как делает произведение эстетическим фактом, понимаете? Именно это. Но это как должно быть как можно менее заметно. Вот это высшее мастерство. И что же? Это когда изумительно. И вот с этой точки зрения… Было какое-то стихотворение, в котором вдруг… А стихотворение, ну, есть чудесные. У Пастернака есть чудесные. Нет, как вы в Цветаевой разочаровали. Не то, что разочаровались, а как снизилась планка. Да, 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 мы просто сменили быстро. Вот я вам скажу. Когда ты читаешь поэта, ну, обычно чаще всё-таки про себя читаешь, так ты, тебя чарует сама как-то вот это течение. Оно в какой-то мере меня перестает… Потому что я… Всё, что я… Вот так, я начинаю задыхаться. У неё задыхающийся ритм. Ну, конечно. И даже не то, что эти сплошные, эти анжамбаманы, вот эти, когда переход на строку, она уже выкрикивает. Понимаете? И это очень чувствуется. И это, может, она это делает по-своему… Потому что она, ну, наверное, она гениальна. Наверное, не может не выкрикивать. Правильно. Но я же говорю о себе. Для меня, когда я вижу эти выкрики, ну, это не то. Есть то же самое, если я вижу что-то в живописи. Я могу как-то действительно вполне как бы раствориться в благолепии, понимаете, в живописи. Какие-то любимые мои, там, скажем, Боттичелли, например. Какие-то вещи, скажем, Нестерова. Я помню, хотя в живописи я как-то стали у меня складываться вкусы немножко позднее, но я помню детские впечатления совершенно диаметрально противоположные. Совершенно изумительные. Вот видение отрока Варфоломея, Нестерова. Абсолютная благость. И на другом полюсе, я даже понимаю, почему там кто-то с ножом на неё бросился, Иван Грозный убивает своего сына. Да, да, да. Когда были времена культа Ивана Грозного, ну, вы их помнить не можете, естественно. Если только из прошлых жизней. Так было другое название для картины. Вы знаете, Иван Грозный оказывает первую медицинскую помощь своему сыну. Прекрасно. Нет, ещё были более современные были варианты. Это же опять двойка. Ну, опять двойка. Ну, да, опять двойка. Правильно, да. Опять двойка. Только по поведению, да. Так что, понимаете, в этом... И это относится решительно ко всем жанрам. Поэтому, скажем, ну, опять же, вот в поэзии тоже вот... Есть поэты, может, невеликие, но очень хорошие. Очень хорошие. Ну, чудесные, замечательные, скажем, у Тарковского есть вещи. Очень хорошие есть вещи у Давида Самойлова. Очень хорошие вещи. Очень хорошие вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...